Продолжение следует... 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 И, как у нас принято, чистое пиво, то есть бородавки, всякие псориазы, экземы и так далее. Черный орех – это то же самое. Но черный орех – это вообще, это просто, ну, хорошо, что появится, это просто золото. И дальше там содержится лист березы. Лист березы все тоже знают. Всегда входят все противоречные программы для чистки почек, для чистки растений. И такое очень красивое растение, оно иногда растет, у нас не так часто, как бы хотелось, оно растет в садах, монадо. Это красивый цветок, его очень много видов, прекрасный видонос, у него очень любят пчелы. Это единственное растение на светлой ните, которое способно бороться с черной плесенью. Черная плесень настолько опасна, что она может вызвать не только энергию, это легкое незамомление, она может вызвать самые плохие последствия. Против черной плесени защиты вообще нет. Вот даже наши ученые послали станцию «Мир в космос», и посадили туда вот эту черную плесень. Через полтора года, когда корабль начали обследовать, туда послали космонавтов, она вся полностью покрылась плесенью. То есть она стала выходить из строя из-за плесени. Черную плесень нельзя убить ничего. Она там живет, там, где практически жизни не должно быть. Ну поэтому станцию не пришлось затопить. Черная плесень, вот эта, если мы вот так вот за дороги, в квартире, она любит теплую воду, прохладу. Вот даже если стать вот за дороги и делали эксперименты, то в одном кубическом метре содержится около 500 видов различных видов споры грибов, равных грибов. В подъездах, кругом, там, где есть пыль, там, где у кого есть в ванной, вот это, такие, на окнах черная плесень, с ней надо бороться. Даже еще в Библии было написано. Если у вас завелась черная плесень, надо ее отскоплить, отцарапать, снять вот эти кирпичи, надо вынести все из дома. Если это невозможно сделать, нужно сжечь дом. Тогда считалось, что это предвестник, ну, нехороших событий. Черная плесень, как бы, диагноз. И сейчас не надо надеяться вот на препараты химические, синтетические. Это сейчас не проблема их ввести в организм, сейчас проблема их вывести оттуда. Потому что если мы антибиотики принимаем, то организм выплачивает около 90% своей энергии для работы с этими антибиотиками. И на вот этой почве, где антибиотики убрали все, вырастают более сильные, более сильные, более сильные вирусы, уже мутированные. Которые мы справимся? Гораздо-гораздо-посуды. И вот этот препарат чисто судил, и не кажется, нет такого человека, которому он бы не нужен был. Это и елюнки, это он чистит кровяное рост, растешь от вирусов. Это препарат просто замечательный. И он нужен буквально всем, потому что вот эти вирусы защиты от них дыма. Они всегда дают. Если немножко организм ослаблен, то нарушается баланс в организме, и это приводится в их внимание. Спасибо. 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 Спасибо.